В эфире Народное Славянское Радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 21 февраля 2018 года, среда, по одному из старинок, 32-й день месяца Юг и Стужи, 7526-го лета, Асьмица. Уроки мудрости, икон и сила. Сказительница Марина Макарова нам об этом сегодня расскажет. Здравия тебе, Марина! Здравия всем! Здравия, Алексей! Итак, в прошлый раз мы интересную тему разобрали, но в этот раз, смотрю, темочку-то еще интереснее подкинула. Кон и сила. Не буду уже тебя там пытать своими вопросами, а с чего это вдруг, зачем-то вдруг. Сразу микрофон тебе передаю и давай уж вещай. Да, тема сегодня обещает быть очень интересной. Сегодня мы разверем целую серию вопросов, относящихся не только к силе икону, но и вообще к устройству внешних сил и взаимоотношениям сил и человека. Итак, давайте начнем. В прошлый раз, в первой беседе, мы с вами рассмотрели основу мироустройства, три единства, ставшего основой всего сущего. Составляет это три единства, я напомню для тех, кто, может быть, не слышал прошлый эфир, тьма, великая маа, как потенциал всего сущего, она находится в хаосе, род-дух, чистое сознание, силой мысли он определяет путь и направление потока жизни, и природа, как результат взаимодействия великой ма и рода-духа, как колыбель и вместилище всех форм жизни. Все вот эти три части составляют целое и начало жизни во всех формах и плотностях. У каждой части есть своя характеристика и своя задача. Тьма — это движение, потенциал, безграничность, это неструктурированная энергия, присущая первоматерии. Род — это определённость, предел, правила, поток, это развитие, это информация. И природа — это поддержание жизни, совершенствование, структурированная материя. То есть вот мы с вами перешли уже к таким понятиям, более близким к научным. У нас возникает терминология энергия, информация, материя. Сегодня беседа будет посвящена как раз разбору темы о том, что же такое есть, собственно, сила, энергия, каким образом они соотносятся с родом, с коном, какая между ними зависимость. Начнём мы с вами с определения понятий. Мы живём в развивающемся мире, и наши познания расширяются, и новые сведения об окружающем нас мире требуют новых слов и определений. Такими относительно новыми являются понятия энергия и информация. Если мы будем искать их в каких-то слабых словарях, мы их не найдём. Но, тем не менее, жизнь двигается, процессы происходят, словарь пополняется новыми словами, и нам важно найти точное место, определить чёткие понятия всё-таки, чем отличается это новое слово от старых, нужно ли его употреблять и насколько обосновано это употребление. Потому что на сегодняшний день слово «энергия» стало очень сильно расхожим и, как бы не сказать, уже даже каким-то навязчивым. Под словом «энергия» подразумевается очень большой свод понятий, и чаще всего, если не подбирается какое-то слово к понятию, мы просто не знаем старое его название, мы вставляем обычно слово «энергия». Вот для того, чтобы расставить всё по своим местам, я предлагаю рассмотреть чёткие определения, что это такое. Итак, сила — это свойство воздействия материи, а энергия — это свойство движения материи. И то, и другое свойство. На определении свойства нам нужно немного заострить внимание. Свойство — это то, что объединяет все явления всемирия нашего. За определением, что же такое свойство, я предлагаю обратиться к такому, я бы сказала, нестандартному на сегодняшний день источнику. Но лично для меня этот источник является в большей степени основательным, нежели любые наши научные какие-то исследования. Я предлагаю рассмотреть то определение, которое предложил академик Черняев Анатолий Фёдорович своей «Русской механики». Это его фундаментальный труд, который выпущен был в 2001 году. И вот как он там определяет свойства. Свойства — это физические параметры, имеющие размеренность и не обладающие самостоятельностью. Все окружающие нас тела — это системы. Все они обладают одними и теми же свойствами, которые имеют одни и те же связи. Но количественная величина каждого свойства индивидуальна, и это приводит к качественному различию тела. Свойства — это то, что самостоятельно не существует в природе, то, что невозможно отделить от тела, и, следовательно, то, что физически не может быть отдельным. То, что входит только в понятийный аппарат мыслящего существа, но отсутствует в природе как отдельность. Все тела целые, поскольку все они образуются одними и теми же бесчисленными свойствами. Каждая из них отдельная целая. Их совокупность — единая многоуровневая целая. Как целая они равнозначны, и в совокупности составляют единый абсолютный мир. Мир Господа бесконечный как внутрь, так и наружу. Мир, состоящий из духовных, изначально и вечно живых, и материальных, неживых тел. Отсюда. Жизнь — есть способ существования духовных тел в материальном мире, делает такой вывод Анатолий Фёдорович. «И хотя свойства всех тел одни и те же, но количественные величины этих свойств, их числовые отображения различны, что обуславливает и качественную несопоставимость духовных и материальных тел, их принципиальное различие». Вот такая большая цитата из произведения. Но я считаю, что здесь даны очень ясные и очень важные для нас характеристики. Если обобщить сказанное, можно выделить вот такие пункты. Свойства — это физический параметр, имеющий размеренность. Размеренность — это динамичный параметр в отличие от статического размера. Об этом Анатолий Фёдорович очень много говорил. Дальше. «Все тела в природе системы». Тоже очень важное наблюдение. «Все тела обладают одними и теми же свойствами, и свойства тел отличаются только количественно». То есть мы с вами, весь окружающий нас мир, всё, что мы видим, явления, какие-то объекты, это всё создано по одному принципу и объединено именно наличием, набором одних и тех же свойств. А вот в каком количестве эти свойства в нас присутствуют, определяют уже наши качества и наши отличия друг от друга. И основная мысль, которую мы можем из этой цитаты подчеркнуть, это мысль о том, почему, собственно, мир един, чем он един, почему выстраиваются так вот взаимосвязи и почему у нас есть возможность менять свои качества, взаимодействовать, понимать, в конце концов, друг друга. Антон Фёдорович даёт чёткий ответ. Потому что мы все собраны из одного вещества и потому что у нас у всех единая общая база свойств. Ну а теперь возвращаемся к нашему определению силы и энергии. Энергия — это свойство движения материи, а сила — это свойство воздействия материи. У каждого из них свой набор характерных и отличающихся свойств. Для энергии характерны направления движения, то есть пульсация и взаимодействие материи и переход из одних в форм другие. Отсюда вытекают те законы, которые наша современная традиционная наука вывела, собственно. А вот для силы характерны направленность, то есть мера определённого перемещения, мощность как мера воздействия и потенциальность или проявленность. То есть она может быть проявленной и непроявленной. Теперь немножко проговорим понятие кона, потому что кон для нас важен именно в связке с пониманием силы, энергии. Мы с вами проговорили, что вот эта триада, которая лежит в основе мира, она, собственно, запущена в действие именно неким процессом, который запустил РОД. И как это произошло? А РОД действовал через кон. посредством кона, он установил некое первоправило. И вот это первоправило, оно действует для всех миров. Называется оно кон. Согласно кону, миры рождаются, живут, изменяются и, выбрав свою меру, уходят в небытие. Все силы и лики во всем мире действуют только в согласии вот с этим самым коном. Можно сказать, что кон — это первоправило, это условие существования и действия той системы, в которой мы с вами находимся. И одновременно с этим ещё одна очень важная формулировка, что кон для нас как явного мира, то есть мы сейчас до сих пор говорили о исходном состоянии, о основе мира, но мы же с вами находимся уже в явном мире, то есть где-то в достаточно большом удалении от этого первоначала. Так вот, для нас, что есть кон, это горняя и высшая правда в наших явных мирах. Итак, род определяет кон, то есть предел, ограничение, направление движения в берегах. И через вот это усилие рода энергия Великой Маат, то есть мы, безструктурное и хаотичное, структурируется и становится живой и силой. Вот этот процесс ограничения, собственно, направления, то есть кон, мы говорим, что это первоправило, что такое правило? Правило — это ограничение. То есть всё, что могло разлиться, рассеяться, и, собственно, оно так и существует в состоянии хаоса. Что такое хаос, по сути? Это та самая энергия, не структурированная, не организованная, в которой есть постоянный процесс какого-то действия, какого-то движения, но нет результата. Она самодостаточная. Кон выводит её из этого состояния, кон задаёт берега движения. То есть для того, чтобы такой образ вода, чтобы потекла, нужно русло, чтобы весь потенциал мог переместиться в каком-то направлении. Так вот, руслом для вот этого безбрежной энергии является то ограничение, которое вводится родом-прародителем. Силы, которые проявляются, то есть способность уже воздействовать. Если мы говорим о первоначальном состоянии, там у нас энергия, то есть готовность просто двигаться и перемещаться, то в состоянии ограничения, в состоянии направленности энергия становится силой. То есть она получает способность воздействовать. Для нас чисто практически. Безусловно, интересен вопрос, как воспользоваться этой силой. И, собственно, тут первый вопрос. А какие, собственно говоря, силы в всем мире, чем мы можем пользоваться? Можно сказать, что наиболее мощными силами является сила любви и сила сознания. Это как два крыла руки царевны лебедь в наших сказках. Взмах одной рукой и реализуется любое желание. Или в других сказках двое из ларца тоже способны в одночасье просто любое желание воплотить, чего хозяин надо. И всякий раз это пара. Вот что это такое за пара? Эта пара — это любовь и сознание. когда есть лад между нашими желаниями, нашим пониманием, у нас происходит вот эта стыковка и реализация любого нашего хотения, скажем так. Для реальной жизни можно сказать, что вот эти две силы, они соответствуют первоэлементам, огонь и вода и являются собственно основой жизни. Энергия в этом смысле это своего рода транспортное средство, силы. И можете сами проанализировать, из чего на сегодняшний день человек добывает энергию. Чаще всего это вода, пар, огонь, в разных вариациях, это может быть горение или взрыв. То есть такие наиболее плотные грубые источники. Источники немного полегче, это возможности, которые нам в экспериментах открывал Тесла, то есть это электричество из воздуха, то, что на сегодняшний день пытается потихонечку войти в нашу жизнь, это альтернативная энергетика, ветряки, солнечные батареи, то есть более тонкие, но при этом одновременно и наиболее мощные силы, силы трансформации, материализации, которые присутствуют в скатках, это вот волшебство, преображение чудищ в красавце, в скатерти, самобранке, это ещё более тонкие силы, которые в нашей сегодняшней повседневной жизни, вот они как бы не присутствуют, а ведь именно вот эти волшебные, скажем так, силы, они в первую очередь зависят от силы мысли и от силы любви, и именно о них рассказывают нам сказки. Ну, вот давайте попробуем разобраться, собственно, а как это работает. где находится сила и как мы можем с ней выстроить взаимодействие. То есть в конечном итоге нам интересно эту силу как-то в себе почувствовать и использовать. Ну, можно сказать, что сила разлита по всемирию, она присутствует буквально во всем. Вот, ну, просто во всем, что нас окружает. Причем поток этой силы, он не исчерпаем. То есть, как мы уже вот прояснили, что поток силы направлен родом прародителям через кон во всемире, и для нас он проявляется чаще всего через живые, если какие-то существа, то как живо. Всемирия это система, в которой все элементы взаимодействуют. И один из вариантов взаимодействия это вот как раз обмен живой, обмен энергией, обмен силой. Вот как происходит вот это взаимодействие, как происходит собственно обмен как таковой, то, что нас больше всего интересует. С точки зрения физики, если мы будем рассматривать действия собственно народа прародителя осуществляется через самую тонкую субстанцию первоэлементов, через эфир. Мы с вами пока не разбирали первоэлементы, но я думаю большинство слушателей знакомы с системой, в которой существует пять первоэлементов, которые лежат в основе мира. Это вода, огонь, земля, воздух. И вот пятый элемент это эфир. Для современной науки это непонятное вещество. Собственно, они даже долгом определения ему дать не могут. И поэтому за определением эфира я опять предлагаю обращаться к нашему замечательному академику Анатолию Фёдоровичу Черняеву, который нам сообщает, что эфир это естественное состояние любой материи, самодвижущаяся среда, обладающая свойствами веществ, переносчик всех физических взаимодействий, включая гравитационные. Структура вещественного эфира, образующего всё пространство, включая космическое, представляет собой иерархию материальных образований ячейстого типа различного уровня. Каждый структурный уровень состоит из аналогичных по физическим параметрам ячеек и различается в такой последовательности Вселенная, группа галактик, галактика, созвездия, звёздные, можно сказать, солнечные системы, небесные тела, молекулы, атомы, амеры и так далее с бесконечностью в обе стороны и с нейтральными слоями между ними. Отметим, что структурные уровни являются ранговыми составляющими вещественного пространства. Ячейки одного ранга взаимодействуют между собой и почти не ощущают взаимодействие ячеек более высокого или более низкого ранга, поскольку это воздействие оказывается практически одновременным на всю область. Но в каждом ранге действуют одни и те же законы. Например, закон всемирного притяжения действует только в пределах солнечной системы между телами, образуемыми молекулами. Но на молекулярном уровне действует аналогичный закон электромагнитных воздействий кулона. Повышается или понижается только на ранг ячеек, образуемых телами. Законы взаимодействия остаются одинаковыми для каждого ранга. эфир. То есть из сказанного какой вывод мы можем сделать, что эфир это некая самодвижущаяся среда, эта среда является переносчиком всех физических взаимодействий, эфир имеет многоуровневую ячеистую структуру, эти ячейки являются структурными уровнями, ранговыми составляющими всех пространств нашего, вообще всего пространства. И на каждом ранге действуют одни и те же законы. То есть можно сказать, что все мере с этой точки зрения выглядит как такая многоэтажка. Каждый уровень этой многоэтажки имеет свою мерность, имеет свою свой масштаб и правила, которые приняты на каждом из этих этажей, они аналогичны. Соответственно, эфир — это очень тонкая субстанция и связан с ментальной деятельностью всех мыслящих существ, с сознанием. И, конечно, первый, кто взаимодействует через эфир со всем, что есть во всем мире, есть первоисточник сознания, род, дух. Силы мира — это те естественные потоки жизни, которые необходимы для развития всех миров или всего сущего. В них, вот это важно отметить, нет деления на светлые и тёмные, чистые, там нечистые, потому что все они исходят из одного только источника. Род-дух, организовывающий через кон потенциальную энергию тьмы. Проявление вот этих сил зависит, собственно, от тех, кто этой силой сумел воспользоваться, от уровня его осознанности и духовного уровня развития в нём. И вот этот уровень уже зависит только от него самого. Пока мыслящее существо само не захочет быть более высоким в духовном отношении, его никто таковым сделать не может. И получается, что чем ниже духовность существа, тем выше плотность материального или нематериального мира, в котором он находится. И тем более плотные и грубые силы становятся доступны ему. Способ активации и получения силы. Как получить доступ вот к этому всему богатству, которое мы имеем вокруг и которое ну просто рассеяно во всём, что вокруг нас имеется. Начнём с Духа. Дух — это возможность. осознанная возможность творить рождает миры. Вот именно это произошло в начале начал. То есть как род собственно смог произвести вот такую трансформацию с энергией. Реализовалась его воля творить и способность воплощать. Проявилась сила Духа возможность. То есть сила Духа — это возможность. И проявилась сила воли, намерения. И вот это слияние возможностей с намерением оно дало возможность проявиться нашему миру. Оно дало возможность уплотниться вот той хаотичной энергии, которая ничего из себя не представляла до того момента, как род не начал действовать. Итак, для проявления силы необходима концентрация определённых свойств. Сделать это можно через намерение и усилие. То есть намерение и воля формируют определённую цель. и сила без вот этой цели прийти не может. А как собственно возникает цель? Как нам её определить? А цель определяется желанием или ещё говорят охоткой, охотой. Вспомните поговорку «охота хуже неволи». Когда чего-то охота, то море по колено. ты свернёшь и горы и пройдёшь куда угодно, и откуда вот эти самые силы берутся. Вот именно вот эта охота наша, она запускает усилие. То есть рассмотрим подробнее вот этот механизм, как это действует. Охота рождает мысль. Мысль формирует намерение и затем усилие. Для проявления силы нельзя ни в коем случае ветвиться, раздваиваться, проявлять какую-то неуверенность. Должна быть полная концентрация, должна быть абсолютная уверенность в том, что вы хотите именно этого и хотите именно так. Именно через уверенность намерение может проявиться. сила проявляется через концентрацию воли, мысли, намерения, усилия и возможности. Вот когда они свиты воедино, исток силы, собственно, дух, получает возможность проявиться. Появляется сила как воздействие той или иной меры или величины. То есть войти в состояние силы можно только тогда, когда в ней есть осознанная необходимость. Необходимо понять, что такое вообще сила для себя, увидеть её, почувствовать её, ощутить, пронаблюдать, прожить, обдумать. Только тогда можно войти в состояние владения силой. по сути кон это свитие возможностей, сбор силы и направление её к цели. Вот именно таким образом кон и сила связаны. То есть кон это определённое ограничение, это правило, это концентрация намерения. Вдумайтесь в само слово, как к чему-то, к направлению. О начало, Н как соединение. И получается соединение начала и движения, то есть запуск системы. Ну а работает это через волеизъявление. Прояви волю, получишь силу. вот тут важно рассмотреть ещё такой момент. Поскольку выход к силе полностью зависит от состояния сознания человека, соответственно, и можно предположить, что от уровня развития сознания будет зависеть уровень и взаимодействие с теми или иными силами. Ну есть такая поговорка, желания приходят вместе с возможностями. Ну вот вопрос, а собственно чего мы желаем, да? Каково содержание наших желаний? Соответствуют ли наши желания нашим каким-то внутренним качествам или они сформированы какими-то внешними факторами, стереотипами поведения, которые на самом деле не поддержаны желанием нашей души? Ну очень расхожее такое выражение «а чего твоей душеньке угодно?» Вот именно этот момент является пожалуй единственным камертоном чистоты и силы желания. Знаем ли мы в действительности чего желает наша душа? И вообще в принципе знаем ли мы себя? Наши возможности чаще всего ограничены теми ценностями и убеждениями, какими-то эмоциями, образцами поведения, которые мы восприняли в детстве или в процессе жизни. И к сожалению существующая ныне система ценностей не раскрывает, а скорее ограничивает наши возможности. И вот в этом смысле самопознание и саморазвитие — это, пожалуй, единственный для нас путь к раскрытию своих возможностей. через самопознание, через усилие воли, через личный подвиг мы подвигаем себя за рамки каких-то собственных границ и ограничений. Через усилие мы вырастаем в силе и становимся более могущими, могущественными. Но возможности наши также ранжированы, как и структуры мироздания. первые ступени лежат в плотном материальном мире. Но по мере взращивания себя в Духе у нас появляются и совершенно новые возможности. Давайте для себя немножко разложим. Сознание низкого духовного уровня. Оно, как правило, озадачено вопросами выживания. то есть это программа самая простая. Выжить, продолжить род. Более высокая ступень это уже приобретение каких-то материальных благ, взаимодействие с себе подобными. Но это всё интересы сугубо материального мира. И поэтому вся сила, которую человек способен в этом состоянии собрать, тут же также и расходуется на все вот эти задачи. И поскольку эти программы скорее бессознательные, инстинктивные, то и процесс сводится к тому, что силы, доступные человеку, они как бы начинают его вести. Ну в лучшем случае человек находится просто в потоке. И на этом уровне чаще всего речь идёт только о грубой физической силе, которая по сути ограничена возможностями физического тела. Тело более развито, будет как-то более эффективный результат проявления силы. Менее развитое тело и результат соответствующий. То есть действия силы ограничивается первым и основным параметром просто физическим телом. Для сознания высокого уровня что характерно? Сознание высокого уровня постигает уже не только себя, но и взаимодействует со всеми силами мира. И вот тут кроме того, как получить и отдать по сравнению с первым уровнем, можно силу вобрать в себя и через определенные усилия начать ею управлять. То есть мы становимся такими своего рода повелителями сил. Очень притягательная задачка и многие к этому стремятся и осознанно двигаются по этому пути, потому потому что состояние, когда силы начинают служить человеку, когда они подчиняются ему послушной его воле, конечно, это состояние очень притягательное для многих. Для владения силой человеку необходимо собственно принять все сущее, что его окружает. Необходимо принять поток жизни, который ведет и к смене нервности в том числе. То есть пока мы держимся за какие-то физические ограничения, мы включаем целую серию блокировок. И вот эти блокировки разным образом, разными механизмами не дают нам включаться на полную мощность. А когда человек принимает весь окружающий мир, когда он принимает всех, кто вокруг него живет и действует, когда он принимает все ситуации, когда в нем нет сопротивления, в нем начинает накапливаться сила. И вот она уже тогда не уходит бесцельно и неосознанно, а копится, свивается. И вот именно тогда человек начинает управлять силами мира. То есть все происходит через определенный уровень сознания человека. Состояние уровня сознания, как я уже говорила, полностью зависит от самого человека. То есть если он проявляет желание взрастить свой дух, пойти по пути какого-то духовного развития, этот путь для него будет открыт. И собственно вот такое понимание, что когда ты делаешь один шаг в сторону Бога, он сделает к тебе десять шагов. Но когда ты отвернешься от него, ты потеряешь его навсегда. Вот на сегодняшний день большинство людей, отвернувшись, потеряло возможность выхода к вот этому состоянию взаимодействия с миром и в том числе взаимодействия с силами. А мы с вами проговорили, что самые мощные силы мироздания — это любовь, это сознание. То есть когда человек потерял вот эти два состояния, он остался бессильным. Многие делают упор на том, что любовь есть высшая сила, любовь есть высший кон мира, и нужно стремиться именно туда. Я хочу акцентировать внимание на том, что кроме любви вторая не менее мощная сила — это сознание. И именно через сознание происходит большинство трансформаций в мире. Я хочу вернуться ещё раз к тому образу, который я приводила о сказках русских. Двое из ларца или Василиса прекрасная, которая правой и левой рукой машет и возникает реализация каких-то желаний. так вот левая рука — это и есть собственно любовь, это есть отношения, это есть контакты, взаимодействия со всем миром. А вторая рука — это сознание, это способность к трансформации, способность к взаимодействию через какой-то творческий акт. Помимо сознания низкого духовного уровня и сознания высокого уровня, есть ещё одна ступень, которая для нас не так явна, не так очевидна, но, наверное, наиболее важна. Есть сознание высшего духовного уровня, и вот это состояние пребывает в состоянии сотворчества, то есть это то состояние, когда человек следует высшей правде, кону, и пребывая вот в этом состоянии, он сам становится ведущим во всех процессах, когда ты следуешь путём правды, сила следует за тобой. Вот это наивысшее проявление, то есть проявить могущество, это не предел, потому что могущество способность трансформации существующего. Здесь, наверное, уместно немножко проговорить ещё такой вопрос, как проявление сил. проявление силы это воздействие. Воздействие имеет меру, иначе его можно ещё назвать мощностью. Через воздействие материальная форма меняет свои свойства и качества. Так вот, сила может быть направлена, может быть разлита или рассеяна в пространстве, но как только появляется цель, появляется усилие, которое притягивает силу, собирает её, и ты сам уже направляешь её. И вот как ты её направляешь? Если ты её направляешь неосознанно, ты просто держишь её, ты не управляешь силой, а сила скорее владеет тобой. Когда человек действует осознанно, он сам управляет этой силой и способен владеть жизнью. Человек в этом состоянии формирует события, встречи, обстоятельства. Вот именно это состояние по сути и называется могуществом. Человек может, практически кажется, что всё, изменять обстоятельства, изменять процессы, вещи, сущности, существа. вот это могу-всё, могущество, для большинства мыслящих существ по сути являются очень желанным и едва ли не пределом желания в своём развитии. пробиться к силе, стать могущественным. Но мы же с вами ещё проговорили, что есть более высокий уровень и вот этот более высокий уровень он определён высшей игорней правдой. Вот когда ты действуешь в правде, ты по сути ведаешь все процессы. вот ты в коне, ты понимаешь как работает, зачем этот мир и ты вливаешься вот в этот поток, ты входишь в берега реки, ты сливаешься с потоком и поток придаёт тебе силы. Вот эту способность можно назвать творчество, то есть способность творить обстоятельства, процессы, вещи, сущности, существа не преобразовывать, а творить новое, творить то, чего ещё не было. И не это ли высшая возможность? Вот собственно основные моменты, которые мне хотелось сегодня вам рассказать о сути и о взаимосвязи силы икона, что это есть и как это работает, как человеку можно пройти к своей силе, к силе всемирия и какие основные моменты должны быть ориентиры, и ориентирами на этом пути, какую планку вы себе можете задать и к чему собственно вы можете продвинуться в проходе к вот такой заманчивой цели, как сила. Хорошо, думаю, что есть о чём подумать и над чем задуматься. А сейчас давай тогда, если первую часть доклада уже ты произвела на свет, давай уже тогда будем переходить к второй части «Вопросы и ответы». Народная славянская радио для пытливых умов Продолжение слушайте в следующей части «Вопросы и ответы» «Вопросы и ответы» «Вопросы и ответы»